Здравствуйте! В эфире новости на своём. Меня зовут Никита Шишков и вот о чём расскажем. Ручной труд и натуральная продукция. По таким принципам работает предприятие в селе Курсавка. Илья Захаров об особенностях производства. Скоро весна, значит время худеть. Исключения нет, даже если ты утка. В Есентуках решили бороться с утиным ожирением. Подробнее о птичьей диете расскажет Леонид Нечапуренко. Жители Солнечнодольска хотят превратить безликие многоэтажки в яркие запоминающиеся картины. Джамиля Ибрагимова знает, что для этого нужно. Начинаем выпуск с происшествия. Два человека пострадали этой ночью в крупном ДТП на трассе Кочубеевского района. Автомобиль Киа ехал со стороны Невиномыска к Ставрополю. Водитель развил слишком большую скорость. Не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина перевернулась. Мужчина за рулем, а также пассажир с травмами попали в больницу. Инспекторы предполагают, что водитель мог устать в пути или даже задремать. Точные обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Продолжаем выпуск о поддержке предприятий в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Говорили накануне в Андроповском районе. Журналистам краевых СМИ на конкретных примерах показали, какую помощь от края могут получить бизнесмены и фермеры. Илья Захаров не просто посмотрел, но и покормил буренок. В данный момент мы сейчас сделаем филе лысый фок. Это когда полностью все мясо отделяется от кости. Елена может разделать курицу всего за минуту. Цех по переработке птицы, а на профессиональном языке это называется «обвалка», она пришла работать три года назад. Сразу же после открытия предприятия. С тех пор через ее руки прошли сотни тысяч цыплят. А вы сами курицу едите? Да. За три года не надоело она вам? Наверное, только по праздникам теперь едим. Елена и еще 25 человек трудятся на предприятии в селе Курсавка. Открыть его в 2017 году помогла краевая поддержка. Два гранта от краевого Минека. Начинались 500 килограммов за смену. Сегодня вышли на показатель в три тонны. А в планах расширение производства до полного цикла, начиная с выращивания кур. Нам выделили два гектара земли на строительство непосредственно комплекса. Да. И если все будет хорошо, и наши планы и мечты не соблются с курса, то в этом году мы поучаствуем в семейном животноводчестве по КФХ уже с Министерством сельского хозяйства Старопольского края. И там уже будет заложен, так скажем, первый кирпичик для выращивания. А на этой ферме как раз и занимаются тем, что выращивают живность, но для других целей. В одном только этом коровнике сейчас живет сотня буренок. Ежедневно они дают полторы тонны молока. Интересно, что любой стресс снижает надои. Например, визит журналистов. Фермер по опыту знает, что сегодня молока будет немного меньше. А это детский сад фермы. Или скорее даже ясли. Здесь содержат самых маленьких телят. Бычков со временем продадут, потому что на ферме занимаются только молочным животноводством. А вот из телочек вырастят будущих рекордсменок по надоям. На, кушай, кушай, расти. Эта ферма тоже начиналась с небольшого хозяйства. Всего пять голов. Но со временем разрослась почти до двух сотен. Есть как местные породы, например, красная степная, так и иностранки. Галштина фриская. Да и идти сохранять молоко помогает современное оборудование. В 2015 году мы получили грант на развитие семейных животноводческих ферм. Ну вот, как получили, начали. Мы реконструировали это помещение данное, отремонтировали. Животных мы не закупали, животные все наши. Это очень хорошее, выгодное, рентабельное производство. Мы считаем, что это будущее. Значит, и в этом направлении нам необходимо поддерживать это направление. Ну, предлагаем ему не только производить молоко, но и перерабатывать. Вот сейчас прорабатываем вопрос, открыть здесь мини-завод. С 2012 года на Ставрополье помощь от государства получили более 700 фермерских хозяйств. Грантовая поддержка составила 3 миллиарда 300 миллионов. А это, кроме прочего, еще и множество рабочих мест. В планах расширения мер поддержки. В первую очередь это касается молочного животноводства. В сельскую атмосферу окунулись Илья Захаров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. Неожиданная экологическая проблема в Весентуках случилась. Утки на городском озере страдают от человеческой щедрости. Отдыхающие так усердно кормят их хлебом и другими неполезными продуктами, что птицы разжирели. Им трудно даже взлететь. А ведь весной нужно вить гнезда и откладывать яйца. Так что пернатых решили посадить на фитнес-диету. Звучит даже слегка неправдоподобно. Ну, а Леонид Нечапуренко выехал на место и убедился. Эта новость не утка. В этом кря-кря очень много сытости и довольства жизнью. Утки на Исентукском озере давно стали всеобщими любимцами. Они почти не боятся людей. А если видят на берегу ребенка, сами подплывают поближе. Птицы усвоили. Раз у воды дети, значит, будут кормить. И чаще всего в волны летят именно хребные крошки. Я сейчас просто вот это купила, хлеб такой. А так я покупаю батон, покупаю. Или такие две трубные булочки. Людям приятно покормить пернатых. Птицы тоже довольны. Но суровые правила жизни распространяются и на уток. То, что приносит удовольствие, далеко не всегда бывает полезным. Хлебом их кормить категорически запрещено. Запрещено, потому что такое устройство пищевода и системы пищеварения в утке, что быстро насытившись хлебом, она так же быстро опять становится голодной, проголодалась. Крошка за крошкой поглощаются булки с батонами. Чрезмерное количество мучного приводит к ожирению. У уток появляется дисбактериоз, снижается иммунитет, возрастает риск заболеть. Скоро весна, из-под кровати появляются первые робкие весы. Оказывается, эта шутка актуальна и для уток. Им тоже крайне желательно к наступлению тепла сбросить вес. Им еще вить гнезда, чтобы откладывать яйца. А многим вообще возвращаться на родину. Для них и синтуки это теплые края. Они прилетели сюда на зиму. Так что крайне желательно поменьше есть и побольше двигаться, тренироваться. Ну-ка, утки, давайте, полетели, побежали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну вот большинство даже не взлетели. Видно и правда, с кормежкой небольшой перебор. Сейчас на Исентукском озере около 400 утиных особей. Кормовой базы самого водоема им вполне должно хватить, чтобы утолять голод. Но совсем запрещать кормление в парке не стали. Это было бы слишком радикально. Отдыхающих призывают хотя бы сменить мучное на специальный фитнес-корм. Дерее кукуруза, пшеница, горох в малом присутствии и семечка подсолнуха. Как раз тот корм, который необходим уткам и полезен, не вреден. Еще в качестве корма подойдет крупа и нежареные семечки. Эти правила теперь объясняют тем, кто приходит на берег. На деревьях повесили креативные плакаты. Отдыхающие удивляются, но обещают изменить утиный рацион. В поддержку птиц выступили и социальные учреждения. Кормить уток правильно в Есентуках будут учить с детсадовского возраста. Вернувшись в детский сад, обязательно расскажем всем воспитанникам сада и их родителям о том, как правильно нужно кормить уток. А сами птицы, в свою очередь, могут послужить примером для людей. Если даже утки сбрасывают вес к весне, значит и вы сможете. Сферой фитнеса, здоровое питание. Леонид Нечапуренко и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Другим темам безликие дома на Ставрополье могут поменять свои лица на яркие и запоминающиеся. Все это может случиться, если у нас в крае пройдет фестиваль уличного искусства «Культурный код». Сейчас в России выбирают, где провести это мероприятие. Ставрополье в числе претендентов. Противники у нас, конечно, сильные, но справиться можем вполне. А что еще можем предложить художникам? Джамиля Ибрагимова изучила уличные мольберты. Солнечнодольск так выглядит с высоты птичьего полета. Как видите, полностью оправдывает свое название. Залитый солнцем уголок с уютным водоемом на окраине. Да и простора для уличного искусства хоть отбавляй. Вот, например, этот дом. Он пустой. Стена серая, абсолютно неприметная. Я хотела бы, чтобы у нас было намного ярче, и чтобы мы могли выйти на улицу, и мир нам улыбался. Когда жители узнали, что к ним в поселок могут наведаться уличные художники, то решили, упускать шанс никак нельзя. Прямо настаивают, пусть едут к нам. Да хоть с пустыми руками. С красками жители помогут, да и с мольбертами проблем не будет. Солнечнодольск готов предложить уличным художникам отличные холсты, свои серые высокие многоэтажки. Жители надеются, что граффитисты на это клюнут, и скоро у каждого здешнего здания появится свое неповторимое лицо. Горожане призывают художников не отказываться от предложения, ведь когда им еще подвернется такое поле для творчества? Чтобы показать свою настойчивость в этом вопросе, солнычнодольцы даже вышли на флешмоб. Коллективно и очень дружно они сказали «нет» скучным фасадам, а фестивалю, который сможет изменить их дома, троекратное «да». Этот фестиваль, я думаю, что он нам очень нужен. Это еще больше будет привлекательнее для туристов, для отдыхающих. Я думаю, что вообще он преобразит, приукрасит этими работами художников. Я думаю, что это будет очень круто. Солнечнодольц как место, которое может приютить у себя уличных художников, первым предложил губернатор края Владимиров. Он разглядел в маленьком уютном поселке красоту, которую только и надо, чтобы подчеркнуть яркой кисточкой. Всецело поддерживают идею и власти округа. Вот тот фестиваль, о котором нам стало известно, это в принципе идея Владимира Владимировича. Потому что именно он увидел, скажем так, в этом потенциал создать лоск поселку Солнечнодольц. Фестиваль уличного искусства «Культурный код» стартовал на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Чтобы в этом году мероприятие прошло на Ставрополе, нам с вами всего-то и нужно, чтобы проголосовать за наш край. Сделать это можно до 3 марта в социальной сети ВКонтакте, в группе «Россия – страна возможностей». Но надо быть чуточку активнее. Перемонить к себе граффитистов хотят Татарстан, Удмуртия, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области. Мы считаем, что наш поселок достоин победы, потому что у нас название такое солнечное. И мы очень хотим добавить именно в наш населенный пункт ярких красок. И я думаю, что у нас все получится. Ну а если получится, то в Солнечнодольск приедут 40 уличных художников едва ли не со всего мира, которые возьмутся за глобальную задачу – украшение однотипных домов. И тогда, возможно, отпадет необходимость спрашивать, как в той советской комедии, как пройти на третью улицу строителей. Джамиля Ибрагимова, Юрий Корниенко, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. Так что давайте вместе разукрасим наши города. Ну на этом все. Если у вас есть новость или проблема, то пишите нам в WhatsApp и Telegram по этому номеру. Также присылайте фото, видео, описание вашей проблемы. Мы сделаем об этом репортаж. Ну а далее прогноз погоды. Все об этом знает моя коллега Яна Лукошкина. Яна, тебе слово. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. О погоде на пятницу 21 февраля расскажу прямо сейчас. В Ставрополе облачно с прояснениями. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Вечером и ночью ожидается сильный дождь. В Изобильнинском и Новоалександровском округах облачно днем плюс 9, ночью плюс 6. К вечеру сильный дождь. В Пятигорске и Минеральных водах днем плюс 6, ночью плюс 1. Облачно и без осадков. В Кисловодске плюс 8, днем и плюс 3 ночью. Переменная облачность без осадков. На востоке края облачно и без осадков. В Дивном Арсгире, Буденовске и Нефтекумске днем плюс 5, ночью плюс 2. А в Ипатово днем плюс 6, ночью плюс 3, без осадков. И еще у меня для вас хорошая новость. До весны осталось чуть больше одной недели. Об этом напоминают и главные предсказатели весны – сурки, которые уже проснулись от зимней спячки. На кадрах обитатели Ленинградского зоопарка. В этом году тихий час у них продлился недолго – всего 3 месяца. Виной столь раннего пробуждения стала аномально высокая зимняя температура. Обычно это происходит в конце марта или даже в начале апреля. То, что они проснулись, говорит о том, что зима, похоже, закончилась. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Внимание! Боль в горле. Ваш регион в зоне риска. Спрей Стрэпсис Интенсив. От боли в горле. Следующий прием через 6 часов.